Понеслась, ребята, всех приветствую, мы в Джанктауне, и чем могу помочь, странник, чем можно заняться, ты можешь в общих чертах рассказать про Джанктаун. Я со своими людьми работаю на Киллиана Даркватера, мы здесь поддерживаем кое-какой порядок, разбираемся со всякими убийцами, ворами и другими сволочами, которые приходят из пустыни. Если хочешь добрый совет, держись подальше от Гизма, этот козел проворачивает тут свои темные делишки, мы просто пока не нашли достаточно улик, он со своими лакеями, бандой черепов, скорости получит по заслугам, если Киллиан найдет, что им сказать. Слушайте, вот облом, никакого веселья в вашем городе, послушай, моя работа здесь сохранять мир, если мне придется несколько голов проломить, то пострадает несколько человек, ты же просто следи за собой, грязный Джонни, у тебя 40 патронов, кортечи и у тебя рация есть, да, есть что тебе продать. У меня патрона в принципе хватает пока что, на всего, самогон, как ценишь? Ценишь его на 10, ну так себе, давай-ка потом мы эту рацию у тебя возьмем, прогуляемся немного по городу, что тут? Дерево завядшее, видите, усатого человека с огромными мускулами и шрамами, это вот этот, наверное, да? Ну какой-то офицер, очевидно. Брамины пасутся, можно открыть дверь, ворота, но мне надо в госпиталь, потому что у меня лучевая болезнь, я хочу от нее, ребята, избавиться первым делом. Мрачная музыка атмосферная, банда черепов и гизма, так, посмотрим, захожу, тут какие-то ребята с копьями, что скажете? Это джанктаун, хорошее место для хороших людей, что вы не говорите? Мне нравится мой босс, говорит. Берегись гизма и его дружков. Этот гизма какой-то серьезный молодой человек, тут заперто. Я могу это взломать? Я вот боюсь, чтобы они не сагрились на самом деле, может это ночью лучше проворачивать? Так, мне можно забрать ядер, кола, фрукты, самогоны, пиво. Можно это все забрать, ребята? Я у меня не могу нести, нести не могу, господи, ты боже мой. Ладно, ты что скажешь? Надо в магазин, мне нравится мой босс, надо найти срочно магазин и разгрузиться. Я думаю, мы в госпиталь зайдем первым делом, видите, вывеску. Больница, это может оказаться полезным, но в нашем случае это супер полезно. Так, тут есть доктор, осторожней с доктором, иначе придется тебя хоронить, что ты не говоришь? Как дела? Нормально у тебя? У Пумы всегда все в порядке. Слушай, надо узнать, поговори с тем парнем, его зовут Флэш, он тебе поможет. Хорошо, Флэш, так Флэш. Неплохая погодка, а? Пума что-то не хочет говорить. Пума помощник доктора Морбида и Флэш. Докт Морбид, чем могу помочь? Мне нужно слушать помощь. Давай посмотрим. Почти полностью здоровья, обследование стоит 10. 10 крышек, ну давай сделай обследование, с тобой приятно иметь дело, заходи еще. Ты избавил нас от лучевой? Не избавил, доктор Морбид. Нужно лечение, давай посмотрим. Слушай, хорошо. Ты лечишь нас потихоньку, да? Но это не то, что мне нужно. Да так, немного поговорить. С ко мне мы другим доктор занят. Может у тебя есть антирадин какой-то? У тебя есть инструменты. У тебя есть стимуляторы. Я стимуляторы бы забрал у тебя, доктор, на самом деле. Как ценишь броню? 800. Два стимулятора. 280. И инструменты 560. Ты мне еще должен остаешься. Предлагаю. Хорошо, доктор, готово. Неплохая сделка. К ним ночью, наверное, надо заходить. Флэш. Сущий макротиран. Я не понимаю, зачем он вызвался за ничью. Ведь победа была у него на стороне. Снова ты, Пуми. Больше нечего тебе сказать. Ну, Флэш, не повезло тебе с пачкой карьеров. Да, тут очередной дом. Сюда можно зайти, наверное. Тут еще джейл, тюрьма, посмотрите. Вывеска. Написано тюрьма. Чем могу помочь? Кто ты такой? Я Эндрю охраняю тюрьму. Что ты делаешь? Охраняю тюрьму. Никого в нее не пускаю, никого не выпускаю. Поменяться можно с тобой? У тебя 6 крышек. Что-то жалования тебе не очень платят. Хорошего дня. Не нарушай закон. Сам себе закон. Тут шел у нас какой-то мужик стоит. Мужик, ну, в лачуге живет все в мусоре. Я тут живу. Хочешь позависать тут какое-то время? Это гражданин Джонгтауна. Как ты выглядишь без повреждений? Ничего необычного. Здесь еще какие-то остатки дома. Здесь переход уже. И все. И госпиталь. Больше ничего нету. Хорошо. Выходим. Трубы. Вентиляционные. Трубы раньше использовались для передачи топлива из подземного бака в гараж. Ими уже давно никто не пользовался. Тут стена. Ничего необычного. Это обычные бочки. Старые бочки изготовлены из стали. Труба. Ну, ну, тут воды вряд ли будет. Трубы. В гараж переход. Ну, у меня ощущение, что нас вряд ли в гараж их не пустят. Есть спуск вниз. Тут есть стол. У доктора, кроме стимуляторов, ничего нету. Мне надо антирадин какой-то достать. Тут еще дом какой-то. В этот дом нельзя зайти. Пойдем наверх, наверное. Лестница, книжный шкаф. Мне надо разгрузиться. Разгрузить Яна и себя. Так. General Store. Деревенная стена. General Store. Вывеска. Это универмах. Тут какой-то дом. Зайдем сюда, наверное. Дверь. Какой-то мужик тусуется. Здрасте. Ну, разве не прекрасен вид на Джонктаун для больных глаз? Господи ты, боже мой. Тут у тебя ящики есть. Я не буду пока что пытаться, пока ночь не наступит. General Store, пожалуйста. Dark Waters. Вывеска. Магазин называется у Dark Water. Очень стильно. Что скажете? Берегись Гизма и его дружков. Берегись Гизма и его дружков. Какой-то это Гизма. Серьезный парень, судя по всему. Надо будет с ним обязательно познакомиться. Плакаты. Деревянная стена. Ничего необычного. Чем я могу помочь? Хм. Кто ты такой? Кого у меня, Киллиан? Киллиан Dark Water. Я мэр этого прекрасного города. А с кем имею честь? Меня зовут Грязный Джонни. Я с севера. Кроме пустыни Дашей Десенс особо и нет ничего. Ты оттуда? Я из убежища, ближе к западу. Ну да, конечно. А ребенком тебя вместо колыбели клали в сейф. Хм. Шутку ты понял мою? Да, на самом деле из деревни Медель недалеко от Шадисанса. Так скажешь. Так тебе нужно что-нибудь. Мне бы поторговать. Мне бы поторговать. Ты владелец магазина? Может не такой большой, как тот, что в хабе. Но люди обычно находят здесь все, что ищут. Смотри, выбирай. Хорошо. Ух ты, какой-то мужик идет. Ян, надо... Могу сделать что-то для тебя, Джонни Ди. Надо обменяться на самом деле. Надо у тебя все позабирать. Это твои патроны. Вот эти кожаные куртки надо все позабирать. А тебе что дать? Ну пока что два динамита, наверное, будешь нести. За тысячу. Наркотики все себе оставлю. Вот эти брони давай все мне. Я не смогу их нести, наверное. Поэтому тебе перекину так, чтобы тысячу я взял. И вот эти ножи. Все давай сюда. Тебе пока что можно инструмент дать. Бухло, не знаю. Бухло надо продать, потому что оно восприятие только понижает. Еще одну давай кожаную сюда. Две двести. Еще одну кожаную сюда. Две. Еще одну кожаную сюда. Тысяча семьсот. Еще одну кожаную сюда. Тысяча четыреста. И еще одну кожаную. Тысяча двести. Отлично. Неплохая сделка, Ян. Угу. Можешь ты рассказать? Подожди, Ян. Сейчас мы заторгуем с Дарк Вотером. Здорово. Чем могу? Чем могу? Давай обмен сразу. Что у тебя есть? У тебя три стимулятора, 20 пуль, 2000 крышек. То, что нужно на самом деле, Дарк Вотер. Давай-ка мы тебе два самогона сразу дадим. Один, может, надо оставить, хотя не. Все эти брони, всю кожаную броню, все метательные ножи, это четыре тысячи. Давай все патроны, давай все деньги, которые у тебя есть. Потому что там мало товаров, Дарк Вотер. Я говорю, все давай, 999. Все бабки, которые есть. И давай патроны из пистолета. Пистолет сам не нужен, 8 пуль. Предлагаю, слушай, давай. Вот так вот, 3600. И одну кожанку у него. Давай вот так вот. 2800. Вот так сойдемся, наверное, для начала. Неплохая сделка, Дарк Вотер. У тебя надо кое-что купить, чем можно заняться. Хочешь, расскажи про город. Угу. Какие проблемы? Уже, на нас нападают иногда ханы. В последнее время, правда, они что-то притихли. Внутри у нас проблемы с черепами. Черепами. Я еще слышал, что-то происходит рядом с хабом. Но до нас это пока еще не дошло. Я с черепами тогда разберусь на самом деле. Черепы у меня идющие, чтобы не сглазить. Ага. Хорошо, а какое что купить? Ну и совпадение, черт. Черт меня, диэри, магазин здесь как раз для этого. У нас есть практически все, что тебе может понадобиться. Давай, да, покажи. Может, у тебя тут... У тебя еще три стимулятора появилось, посмотрите. Давай их сюда обязательно все. Мне они понадобятся. 526. Что тебя впарит за эти 526? Ну, слушай. Проблемы какие-то, потому что за 800 ценится. Давай бухло обратно. Крышек уже нет у тебя. Ствол. Это тот, который... Нет, этот можно еще разрядить. Это другой ствол. 596. Ну, вот так как-то торгуем. Хорошо. Неплохая сделка на самом деле. Готово. У тебя вроде... У тебя три прилавка. И на... Гизма передает привет, говорит. Афроамериканец стреляет по Киллиану. Киллиан бросает по нему ножом металлическими. Наш ход. Мы можем что-то сделать. Можно вмешаться, можно не вмешиваться. Давайте первый ход не будем вмешиваться. Ребята стреляют. Так. Эй ты. У них тут, наверное, какие-то неполадки с Гизма. Стреляют по Киллиану. Ждем. Киллиан, посмотрим, насколько ты крут. Киллиан метательным ножом. Он ножом пользуется. Уф. Может, надо вписаться, потому что могут убить. А он торговец. Он нам нужен. Давай одиночный дадим афроамериканцу. В торс, например. Получает и погибает. Так. Ствол зачехлю. Что это было у нас тут такое? Это парень с винтовкой был. Неплохо. Я не могу ее подобрать даже. Слышишь? Надо разгружаться еще более. Слушай, спасибо за спасение моей жизни. Смелый поступок. Похоже, у нас тут проблемка складывается. Я знаю, что за всем этим стоит Гизмо. Но нужны доказательства. Не хочешь помочь? Подожди, не надо с этим спешить. Мы успеем. Никого другого не можешь найти. У меня много дел на самом деле. Я хочу винтовку за это. И мне надо обменяться с тобой еще раз. У тебя уже ничего нет. Я хочу эту винтовку получить. У меня много дел. Можешь всего, если это будешь ты. Гизмо тебя не знает. Поэтому как раз он может и будет тебе доверять. Или он, по крайней мере, меня будет поносить при тебе. В любом случае, ты лучше всего подходишь для этого. Что мне за это будет? Вот что. Все, что захочешь в этом магазине. Даже самая дорогая вещь твою. Бесплатно. Если выберешь пушку, я дам тебе столько патронов, сколько сможешь унести. Ну как? Честно? Подожди. Я сначала хочу с Гизмо переговорить. Я не стану пока, что за шею рисковать ради этого. Вот черт. Очень плохо. Ну а знаешь что? Мне, пожалуй, придется тебя закрыть. Пока с этим кто-нибудь не разберется. Не могу допустить, чтобы Гизмо узнал. Ты не офигел ли, Киллиан, закрыть? У меня другие планы на самом деле. И он начинает на нас влетать. Вот посмотрите, что происходит. Ничего себе. Я тебе жизнь спас. А ты меня закрыть хотел? На, получи. Думаешь, шутки тут буду шутить? Готов. Киллиан Дарквотер. Винтовку надо бы подобрать, ребята. Не могу ее подобрать. Ян, приготовься. Сейчас будет серьезная заваруха в Джанктауне. Ян, ты должен ствол достать. Ты с ножом идешь. Господи. Научу тебя хорошим манерам, говорит охранник. Ничего себе. Это суровый фоллаут. Охранник получает. И я делаю ход. Так. Закрыть он хотел. Как тебе это понравится, говорит Ян. Охранник стреляет. Второй охранник по мне попадает. Но проблема теперь, потому что торговца мы завалили очередного. Очередь надо перезарядить ствол. На втором слоте у меня еще нету. Надо перезаряжаться, наверное. Очередь могу дать? Могу. Не убиваю его. На пятерку пробил. Хорошо. Яна рудует ножом. Этот падает. Этот жив еще живущий какой-то. Но он мажет по мне. Этот убегает. Ты уже никуда не уходишь. Молодой человек. Потому что мы тебя сейчас одиночным отправим. С 47% вероятностью. И ты готов, судя по всему. Да? Остается еще один. Киллиан. Ян, давай своего добей уже. Тебе этому мама научила? Какой-то он хороший класс брони у него прострелил по мне. Ян, надо его валить на самом деле. 48% вероятность получает в торс. Закрыть хотел Киллиан. Посмотрите. Ну что, будем работать, наверное, с Гизма. Получи. Этот тоже убегает. Интересно, если вы убегаете. Он опять на свое место становится. Но магазин наш. Так. Сколько патронов, ребята? Да я это не унесу. Господи, боже мой. Все надо брать. Давай, чтобы быть честным. Мы, наверное, оставим эту броню тут. Эти все патроны надо забрать. Самогоняру оставим. Вот это оставим. Сколько патронов? Боже мой. Драбоданский у него тут еще есть. Я должен забрать все эти патроны. Две взрывчатки. Пять фонарей у него. Драбоданский надо разрядить. Наверное. Драбоданские патроны. Две. Хорошо. 430 патронов для винтовки. Да я не могу ее поднять. Посмотрите. Мне не нужны эти ножи. Я хочу винтовку забрать охотничью. Не могу ее себе позволить нести. Монтировка. Веревка. Знаешь что, Ян? Надо обменяться. Так, Ян. Тебе надо пару стимуляторов, наверное, дать. Два, три. Тебе надо передать все патроны для Дигла. Наверняка. Вот эти все. Посмотри, какое количество патронов. И бронебойные. Все. У тебя надо позабирать все ножи, чтобы ты стрелял из пистолета и копья. Господи. Где твои ножи? А ты им вооружен как раз. Ты несешь еще шесть. Этих. Ну ладно, неси. Монтировку еще забери. Вот так предложить. Неплохая сделка, говорят. Что ты не говоришь. Неплохая сделка. Ян. В следующий раз лучше используй оружие. Я уверен, что это не нож. Винтовку мне сразу. Да почему я не могу ее взять? Слушайте, еле несу. Ян, надо тебе еще что-то выдать, наверное. Может, тебе Дрободанский выдать? Я буду стрелять из винтовки. На тебе Дробовик и все патроны. Киллиан говорит пушку и все патроны, что можешь унести. Я вообще ничего не могу унести. Готово. Так, выйти. Винтовку могу подобрать? Почему не берется винтовка? Подобрал. А, может, надо было. Может, я мог ее нести все это время. 102 фунта. Винтовку смотрим. Наконец-то, ребята. Охотничье ружье. Полуавтоматическая винтовка Кольт Рейнджмастер. Калибра 0,223. Только одиночный огонь. Минимальная сила 5. Еще и заряжена она. Давай ее сюда. Перезарядить винтовку. 400 патронов. Урон 8 по 20. Хорошо. Что, ты будешь еще сражаться? Лучше убери. Это у нас мирный город, дружище. Окей, пока. То есть, когда они отступают, можно не сражаться с ними. Ну, Киллиан уже готов. Судя по всему. Тут у него шо? Это все наше, да? Две брони. Мне они не нужны на самом деле. Интересно, будут остальные охранники? Посмотрите, сколько стимуляторов. Будут ли остальные охранники нас атаковать? Это что такое? Рюкзак. Что я не помню таких вещей. Это что такое? Брелок. Ну, заберем. Сумка. Что это? В патчи его завезли? Еще чуть гейгера, ребята. Боже мой. Это что? Соквояж доктора и 8 сухофруктов, которыми можно лечиться. Подожди, мы будем лечиться. На самом деле, меня интересует рюкзак. Открываю. В нем ничего нету. А как его использовать? А вот так. В него можно сложить, наверное, все. А сумка? В сумке тоже ничего нету. Наверное, это сделано для того, чтобы тащить это все. Чтобы инвентарь разгружать. А что мне сложить в сумку? Не знаю. Веревку, наверное, в рюкзак сложу. Инструменты могут помочь. Гранату можно сложить. Связка ключей. Мешок среднего размера. Изготовлен из броминьего волоса. Обыкновенный рюкзак с дополнительными ручками. Может, он нас разгружает? Гейгера надо. Черный саквояж содержит инструменты лекарства, которые используют профессиональные врачи. Это чтобы лечиться. Четыре аптечки. Надо в рюкзак три положить. Или две. Две положу. Патроны можно туда переложить. Сколько у нас? Девять магазинов. Переложу туда. Семь магазинов. И все. У меня сто пуль остается. Таких и такие пули. Хорошо. Винтовка. Ментат. И остальное у нас останется. Эти саквояжи тоже можно в рюкзак переложить. Чтобы разгрузиться. Гейгера сюда. Не. Гейгера надо достать, ребята. Рюкзак сюда. Вот так это делается. Это ввели в патчи его или что? Гейгера выложи, пожалуйста. Готово. Так. На экране высвечивается два. Так это слабое облучение уровня два. Смотрите, еще пикает он. Гейгера можно сложить в рюкзак. Эти сумки нам нужны. Наверное, не. Мне рюкзака хватит. Достаточно стильный. Связка ключей непонятно зачем нужна. Хорошо. Все наше. Судя по всему. Веревка. Надо еще одну взять. Наверное. Ваше максимальное снаряжение. А если я поставлю в рюкзак ее сложу? Непонятно. Не. Наверное, не могу больше тянуть. По весу 131 мы несем. Продавать больше некому ничего. Нельзя. Тут броня, костюмы. Давай с тобой, может, затрагуем. Не создавай проблем. Береги себя. Не хотелось бы тебя калечить. На. Но разошлись в мире. Не. Сейчас у тебя неприятности, говорят. И выбегают. Все-таки я не буду тагриться. Ну. Раз такое дело, то тогда получаешь очередь. Молодой человек. Слушай, я думал, я буду шутки тут шутить с вами. Джангтаун. Что, чем вооружен был? Пистолетом. Вот эти патроны мне пойдут на самом деле. Все сюда беру. Пистолет разряжаю. Шесть пуль. Могу пистолет забрать? Не могу, блин. Не лезет. Ян. Обмен очередной. Боже, сколько всего у нас? Хе-хе-хе. Так, два мешка тебе пустых. Что, две аптечки, три противоядия. Мне столько не надо. На тебе, Ян, два противоядия. Наверное. Но слабо весит на самом деле. Предлагаю. Хорошо. Что, у Яна остается копье, два пистолета, куча бухла, коктейли молотова, куча патронов. У Яна не так уж много всего. А не, у него еще два дезертыгла и шесть броней. Ян. Еле не суга, командир говорит. Татьяна, пистолет приготовь, потому что, судя по всему, придется стрелять всех охранников Киллиана. Хотел нас закрыть. Это недопустимо, ребята, я считаю, закрывать нас. Можно открыть дверь, можно. Захожу. Тут у него еще прилавок какой-то. Суровые пустощи. Что на полках? Что это такое? Пневматическое оружие Red Raider. С рычажной перезарядкой, судя по всему. Классика. Минимальная сила 3. На него, кажется, надо было эти шарики, да? Ян, дверь закрылась. Подожди. Надо что-то выбрасывать, наверное. Давайте посмотрим, если я в рюкзак положу еще 50 патронов. Один магазин. А, вес уменьшается. Хорошо, значит, рюкзак нас разгружает. Еще одну вот эту отмычку. Ключи надо оставить. 126 вес. Рюкзак это, наверное, в патче сделали, чтобы нас разднее. Я не могу нести все равно больше. 126. Рюкзак ничего не разгружает, абсолютно. Просто для удобства сделано. Надо Red Raider подобрать этот Ян, как ты считаешь. А? Ян. Может, нам надо было красноречия побольше, чтобы нас Киллиан не захотел бы прятывать. Тебе просто нечего передавать, на самом деле. Ян. Просто нечего. Я уже не могу нести вот эта проблема. Что ему можно передать? Открыть рюкзак, наверное, надо. И передать ему все барахло, которое там есть. Докторские саквояжи. А как его перекидывать? Вот так вот его перекидывать, да? Две аптечки надо... Одну надо оставить в рюкзаке и веревку надо перекинуть. Хорошо. Ян. Быстрый обмен. Тебе понравится. Хорошо, что Ян может много нести. Ян. Два докторских саквояжа. Я и так ими пользоваться не могу. И веревка. Тебе уходит. Я разгружен. Наконец-то. Пять стимпаков. У тебя куча патронов, куча пистолетов. Можешь по-македонски стрелять из двух рук. Сохраниться надо. Открыть дверь. Так. И теперь это ружье можно подобрать в коллекцию. Куча оружия в первом фоллауте. Давайте посмотрим, что за ствол. Редрайдер. Классика. С рычажной перезарядкой, да? Один по три урон. Боеприпасы, шарики. Это воздушка на самом деле. Отмена. Ну. Это надо Яну передать. Ладно, давайте посмотрим, что еще есть у Дженера Ролстон. Сторг универмаги. Веревка и еще один рюкзак. Надо это забирать, ребята. Я не могу уже тянуть этот рюкзак. Веревка мне не нужна. Вот рюкзак интересен. Потому что в нем что-то может быть. Открыть его. В нем еще нету. Можно впарить будет. Он сильно не весит, наверное. Так. Еще винтовка. Это для Яна. Уже подгон. Я ее не тяну, Ян, на самом деле. Придется тебе Редрайдер передать шариками. Надеюсь, ты не будешь из него стрелять. Потому что урон один по три просто смешной. Получаешь все патроны вот эти. Шарики. Получаешь рюкзак. И получаешь, может, мою винтовку получаешь. На самом деле. Ну так, 1200. Неплохая сделка. Интересно, ты умеешь стрелять из винтовки? Ты говорил, что с пистолетом стреляешь. Ну, винтовка заряжена. Я тебе еще перекину патронов. Заберу вот эту винтовку. Что-то предметов очень много попадается. У меня 50 пуль. Редрайдер этот надо тебе передать. Я возьму винтовку. Винтовка заряжена. Ян. Сейчас мы тебе тогда пуль еще передадим. Открываю мешок. Еще дробовик же есть. Господи, ты боже мой. Два магазина Яна. У меня 300 пуль остается. Ян. Еще один обмен. Получаешь просто тонну оружия. Стреляй из чего хочешь. Только стреляй, не ножом. Пользуйся. Я тебе дам еще магазин для винтовки. 1, 2, 3. Один дам тебе магазин. 27 пуль. Хорошо. Неплохая сделка, говорит Ян. Ян, ты уже 30 раз отбил все, что я в тебя вложил. Эти 100 крышек, да? Тут ничего больше нету. Тут мы проверили только что. Странно, что ни одна книжка еще не попалась. Ребята. Но это же еще не конец. Вот тут еще шкафчик, посмотрите. Открываю. Заперто. Когда это было проблемой. Взлом. Вот так вот. Пекрыны. Почти получилось. Это не проблема, потому что у меня есть отмычки, которые повышают навык взлома. Так. Использую. Получили 500 очков опыта за то, что взломали личный сейф Киллиана. Господи. Десерт Игл и книжка Натуралиста. Игл Хай останется. Игл не заряжен у него, кстати. Какой-то уникальный может быть. Могу его взять? Могу его взять в рюкзак передателю Яну. Так. И книжка Натуралиста. Тут ментаты. У него. Неплохо. Какой-то легкий первый Фоллаут. Ребята. На самом деле. Вот. Я не знаю, что бы случилось, если бы мы бы согласились сесть. Наверное, нас бы посадили в тюрьму. Вот. Что дальше нас ждет? Вывеска. Отель развалина. Я знаю только то, что если играть за Киллиана, то надо подсовывать гизма маячок или магнитофон. Включать, записать его и подставлять. А потом выносить гизма. А если играть за гизма, я не знаю, что будет. Поэтому мы сыграем за гизма. И. Я еще знаю, что в первой версии, в одной из первых версий Фоллаута, хорошая концовка для Джонгтауна была именно если играть за гизма. Потому что, по идее разработчиков, гизма нормальный бизнес наладил. А Киллиан Дарквотер стал, короче, этим наглым. И поэтому. Но здесь наоборот, наверное, будет. Будет плохая концовка для Джонгтауна. Не знаю. Ладно, хватит легких спойлеров. Они, на самом деле, могут быть неточны, потому что я так не играл еще. Я попробую выйти. Посмотрим, молодой человек. Нельзя выходить еще. Надо залечиться. Я думаю. У самого Киллиана что было? Кожаные куртки. Солдатский жетон. И бывший морпех, наверное, был. Да? Еще две кожаные брони можно у тебя забрать. Они тебе больше не понадобятся. И ствол. Я теперь много могу нести, слышишь? Все. Куртки не могу. А еще одну не могу. Ян, придется тебе капец сколько нести. Ну что поделаешь? Такова твоя судьба. Два пистолета еще. На, получи. Получи. Еще вот этих два. Хорошо. Киллиан сам виноват. Потому что... Что это значит? Если бы я согласился на его задание, это что получается? Я какой-то сынок. Я Джонни. Грязный Джонни. Я читаю, во-первых, книгу Натуралиста. Во-вторых, узнаю немного о том, как выжить в пустошах. Так. Красноречие. Натуралист 27. Давайте Красноречие мы бахнем. Наверное, по максимуму. 73. 75 у нас. Может, это все из-за привлекательности плохой так у нас получается. Кошачий глаз. Карма общая 2. Снизилась. Из-за того, что завалили Киллиана. Но он сам нарвался на самом деле. Мин, тут Джонни Ди не будет шутки шутить. Кроме всего прочего, я хотел посмотреть, что это за жетоны. Набор солдашки-жетонов. Можно прочесть имя Дарк Уотер, но не остальное. Бывший солдат был, солдафон. И я хотел еще захилиться. У меня 3 аптечки. Я хочу захилиться. Надо было вложить еще пару навыков в первую помощь. Но попробую залечиться. У вас не получается исцеление, вы посмотрите. Так. Вы получаете 25 очков опыта за применение навыков. Препараты заканчиваются. Мы восстановили 5 очков здоровья. У меня 33 из 43. У меня есть еще аптечки на самом деле. Ян как себя чувствует. Потому что сейчас надо выходить. Он вообще без повреждений. Ну, естественно, ян. Еще пытаюсь залечиться. Восстановил 5 здоровья. 39. Нормально. Этого хватит. Наверное. Винтовку на изготовку или нет? Ну, попробую выйти. Но у меня такое ощущение, что парни будут стрелять. Бронебойные есть. У меня ствол заряжен. Я попробую выйти просто. Что скажешь? Сейчас у тебя будут неприятности, говорит. Как тебе? Охранник, да? Не, неприятности сейчас будут у тебя. Причем крупные. Потому что в тебя летит очередь из пистолета-пулемета. Вот и неприятности прилетели. Перезарядка за конец боя. Так. Чем вооружен был? Да с ртыглом был вооружен, посмотрите. Все патроны заберу. Игл могу взять? Не могу. Кожаную броню могу взять. Игл, значит, тоже могу взять. А этот, который убегал... Ого, у него бронебойные были. Этот был опасен на самом деле. Пистолет разрядить. Заряжены были обычными. Бронебойные на крайний случай держал. Забираю все. Так, что еще здесь есть? Здесь еще какие-то остатки дома. Тут дом какой-то, тут охранник. Здесь еще какой-то дом. Хорошо. Теперь непонятно, где это все продавать. Опять, ребята. Надо сохраниться. Но надо Гизма идти. Может, у Гизма можно будет это все продать. Посмотрим. Хе-хе-хе-хе-хе. Что здесь у нас? Называется... Отель Развалина. Ну, полностью он соответствует своему названию. Убираю ствол. Может, тут не будет заварухи? Тут тетка крепкая женщина. Добро пожаловать в разрушенный дом. Чем могу полезно для чужестранства? Мне нужна вода. Тогда иди в выгребную яму. Я слыхал, они там немало воды в самогон доливают. Смешная шутка, женщина. Что у тебя есть 20 пуль для дробовика. Нужны они мне? Абсолютно не нужны. Дигл за 800 пули. Можно взять на самом деле. Потому что пустой дигл хуже, чем 20 пуль. Что-то еще какие услуги? Хочу снять комнату. 25 за день или сразу 150 за всю неделю? Только на ночь. Хорошо, комната номер один твоя. Приятного пребывания. Отлично. Сняли комнату. Непонятно, какая из них номер один. Но мы осмотрим все. Ян... Вы находитесь в своей комнате. Вы хотите отдохнуть здесь до завтрашнего утра? Наверное, надо передохнуть на самом деле, ребята. Так, проснулись. В отличном самочувствии. Отлично. Полностью захилился? Абсолютно не захилился. Книжный шкаф пуст. Слава богу, ты здесь. Какой-то сумасшедший взял Синтию в заложнике. Она грозится ее убить. Помоги нам. Ну, пойду посмотрю. Что за Синтия? Тут? Я что-то не помню такого задания. Давай, зайдем сюда. Красноречие. Не подходи, я ее грохну, клянусь. Стой. Почему нет? Это же просто шлюха. У нее такое же право на жизнь, как и у тебя. Не знаю, сработает ли красноречие? Нет, не надо. Только не эту шлюху. Готова. Так, и что? Боже, помоги мне. Оставь меня в покое. Я ненавижу тебя. Ты дьявол. Я не стану тебя слушать. Ну, прощайся с жизнью в таком случае. Молодой человек. Не получается у нас по красноречию. Я могу не попасть по ней. Винтарь. Мне нужно из винтовки сделать прицельной, наверное. Ход не получится. А бой он мне это не вяжет. Ты что скажешь? Помоги Синтие, с ней беда случилась. Я вижу, ситуация обостряется. Надо вольнуть по нему, наверное, из винтовки. Парень спятил, судя по всему. Прицельный из винтовки. 87 процентов. Надо вольнуть, наверное, ребята, в пах, чтобы он упал. Он получает в пах, но он его выдерживает. Надеюсь, будет стрелять по мне, а не по Синтие. Кровь и тьма, кричит. Стреляет по мне из пистолета. Ян заходит на него. Ян, почему ты идешь со своим ножом? Почему ты не стреляешь? Яну, наверное, понравилось Синтие. Он не хочет ее ранить. Выстрел из винтовки. Опять в пах. Это тебя отучит приставать к девушкам. Молодой человек. Перезарядить винтовку. Бой окончить. Ты подлец, ты убил его? Зачем было его убивать, поддонок? Я не могу поверить, что ты его убил. Все, что ему было нужно, это с кем-то поговорить. Человеческая жизнь для тебя ничто. Капец. Просто убирайся из моей комнаты, Синтия. Мы уровень получили за это, но Синтию не уберегли. Точнее, надо было его, наверное, просто убедить, этого молодого человека. Вот так вот. Красноречия сколько? 75 мы уровень получили. Надо, наверное, еще вбахивать это красноречие. Господи. Может, все из-за привлекательности. Давай я вбахну на фул просто. 105. 105. Пятый уровень уже. Скоро шестой. Будет следующий перк. Карма вообще единица у нас. Молодой человек. Ну, шо поделаешь? Шо поделаешь? Такова твоя судьба. Пистолеты давай сюда все свои. Я уже не могу эту броню нести. Максимальный вес. Синтия, шо было в шкафу у тебя? Еще не было. Хорошо. Задание у нас. Надо... 122 дня. Надо вообще ускоряться. Жангтаун. Спасти Синтию. Остановить Гизма. Остановить Гизма. Отменено или шо? Не могу понять тоже. Мы здесь еще не закончили. Здесь еще у нас шкафчик. Ничего нету. Может в патче вот этом 1.35 поменяли? Убрали книги вообще? Стрельбы. Спасибо за помощь Синтии. С ней обычно не бывает проблем. Тебе полагается хороший сон за мой счет. Но не клянчь у меня другую халяву. Спасибо. Нет проблем. Комната 1. Иди за мной. О, ребята. Хорошо. Хорошо. Презервативов нету, к сожалению. Комната 1. Ян. Я сейчас у тебя заберу ножи. Мне надо, чтобы ты стрелял. Так. Вы находите в своей комнате. Хотите отдохнуть до утра? Подожди. Так. Марсель. С ней нельзя говорить. Да что ты дверь закрываешь? Я думал с Марсель можно переспать на самом деле. Марсель. Иди сюда, крошка. Добро пожаловать опять. Эй, ничего. Упустил свой шанс Джонни. Как же так? Надо было не на дверь нажимать, а на неё. Мискликнул. Ладно. Хватит отдыхать. Тут прохлаждаться. Что тут у нас? Холодильник. И не ука-кола. Надо взять, наверное, выпить. Можно? Одну беру. Иглана на палочке. Шашлык из Игланы. И мутафрукты. Ох. Что поделаешь? Надо прохладительного бахнуть, наверное. Зависимость? Ничего не происходит. Это что такое? Привыкание к ядер-коле. Вы просто обалдеете от ядер-колы. Напитка постъядерного мира. Спешалы. Интеллект. Нормально вроде бы всё. Значит, они в этом патче восстановили зависимость от нюка-колы. Которая была вырезана из игры. Придётся теперь её постоянно пить. Да господи, прости. Ну давай тогда ещё одну вдуем. Чик. Ничего не происходит. Зависимость не уходит. Странно. Значит, придётся переломаться в таком случае. Тут кто у нас? Чёрт возьми, ты делаешь в моей комнате. Пардон. Мне показалось, что это моя комната. Конечно, как угодно. Это моя комната. Проваливай ко всем чертям. Обменяться можно? У тебя ничего нету. Как-то у нас в джанктауне не очень складывается на самом деле. Это у нас Триш. Официантка из бара Выгребная яма. Бар действительно Выгребная яма. Тут кто? Посмотрите. Тут у нас молодой человек с татуированной и мрачной рожей. Открыть эту дверь. Заходим. Ребята, суровый фоллаут. Зависимость от нюка-колы. Восстановили. Господи. Там ещё Ресторейшн ещё какой-то был. Может, он и включён в этот патч. Я не знаю. Но там вроде бы только диалоги они правили какие-то. Они ошибки правили. Я описание полностью всё не читал. Я его так просмотрел. Патч называется 1.35. Для 1.2 патча от 1С. Тут кто? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Я Джонни Ди. Я здесь недавно. По-видимому, да. Так как все здесь знают, что это территория черепов. Вали лучше отсюда, пока никому не вздумалось сделать тебе больно. Извини, мне показалось, что это туалет. Пока. Территория черепов. Понятно. Сюда нельзя найти. Можно набить кому-то морду? Там говорят. Подождите. Спешить, молодые люди. С набиванием морды. На территорию черепов нас не пускают. Красноречие у меня уже очень большое. Слушайте. Ни одной книги не выпадает с... С навыками стрельбы. Тут ещё дверь. Но я боюсь, что здесь нельзя будет пройти. Можно? А ну-ка. Можно сюда зайти. Так. Давай посмотрим. Тут ещё нету. Здесь ещё стол. Письменный. Тут монтировка. Ну, монтировка... Я не могу, во-первых, её взять. Во-вторых, мне не нужна. Давай на предмет ящиков каких-то посмотрим. Ничего нету. Слышишь, с тобой ещё заторговать надо попробовать. Добро пожаловать. Обмен. У тебя дрободанский только есть. Тебя надо оставить его, потому что... Должна защищать свой суперовый отель. Напоминает отель, который назывался... Не, это вонючая дыра, это называлось... Господи, что же это называлось, вонючая дыра? В Fallout Resurrection, который мы играли. Что-то другое. Так, тут охранник. Он агрится и стреляет из пистолета. Ну, понятно, всё с тобой, молодой человек. Я готовлю винтовку, наверное. Выстрел я уже произвести не могу. Я за угол прячусь. Сюда. Да, и ждём, пока он подойдёт. Ян идёт вперёд и делает немного не то, что нужно, Ян. Теперь Ян будут стрелять по тебе. Давай, Ян, я быстро, говорит Ян. Давай. У меня ещё такое ощущение... Я лучше тебе прибью к затылку. Я, конечно, не помню, но у меня такое ощущение, что ещё Яна усилили. Каким-то образом в этом патче. Я потом перечитаю лох, или даже вам залью его. Ребята, этот патч. Одиночный выстрел надо совершить. Почему не могу попасть? Потому что ещё на шаг надо выйти. Одиночный выстрел, не знаю, в левую ногу. На, получи, я промахиваюсь. Это Марсель, кстати, охранник Жонгтауна. Ян не хочет стрелять. Ян считает, что лучшее оружие это нож. Но Ян тогда придётся в левую ногу ещё раз выстрелить. Я промахиваюсь опять, посмотрите. Делаю ход, чтобы он сейчас не кританул. Ян попадает на 7, на 2. И Ян промахивается. Не, Яна никак не усилили. Потому что он продолжает промахиваться. Ну, я в торс тогда выстрел из винтовки. Я промахиваюсь? Ты меня даже задеть не можешь. Действительно. Перезаряжаю винтовку. Но Ян зато тебя задевает. На 5. И готов. Сволочь. Покажи, как ты умеешь драться, говорит Ян. Готов охранник. Надо использовать, наверное, стимулятор. Или надо использовать аптечку, ребята, чтобы захилиться. Во. Давай её сюда. Пытаюсь. Пытаюсь. Страстно желаете ядер колы. Придётся переломаться, наверное. Надеюсь, я от этого не умру. Достановили 3 здоровья. Давай ещё восстановим немного. До 40 хотя бы. Можете умереть от переутомления. Я понял. Хорошо. Тут патронов было в большом количестве. Надо их взять. Я не могу взять эти патроны. Могу. Ну, один магазин хотя бы. Патроны важнее, чем эта вся ерунда. Ментаты. Кожаную броню. Ядер колы. Ну, придётся выпить, чтобы взять патроны. Так. Пью. Ничего не происходит. Хм. Нюка колы. Давай выпьем. Это последнее. Это последнее, Ян. Я глядвенно обещаю, что это последнее. Патроны надо с молодого человека забрать. Ядер кола вообще не весело. Посмотрите. Ян, придётся ещё тебе выкинуть кое-что. 5 стимуляторов. Куча денег. Ментаты. Не знаю, что тебе. Да, надо тебе две кожаные брони отдать. Потому что они весят. Вот видите, маленькая сила. И трейд маленький. Потому что мы мелкий. Репутация общая. Один. Привыкание кедер колы. Просто обалдеете. Вот этот вот трейд наш. Миниатюрный. Максимальный груз 135. Вот это уже проблемы. Вот это его минус. Минус этого трейда. Ну, плюс один к ловкости. Чтобы нивелировать хулигана. Ну, нахулиганили мы в Джонктауне уже знатно, ребята. Ещё патроны беру. Патроны все забираю. Пистолет можно забрать. Он тоже что-то стоит. И не так много весит. Остался мужик какой-то и дом. Что? Вали отсюда, говорит мужик. Что-то с нами никто теперь говорить не хочет. Потому, что мы завалили Киллиана. Ты что скажешь? Ты хоть... Хоть бы кто-нибудь прибил тебя. Нас тут ненавидят, наверное. Хе-хе-хе-хе. Что у тебя есть тут? Пыльная коробка. Давай её сюда. В таком случае. Я сам себе закон теперь в этом городе. Пыльная коробка. Теплый обед. Это определённо не съедобно. Мы не уверены, что вообще когда-нибудь было съедобно. Телеобед. Знаете что, давайте вернём на место. Телеобед этот. Молодой человек. У тебя может быть книга, наверное, да? Но если я... Попытаюсь это сделать, то ты можешь на меня сагриться. У тебя 15 крышек. Оставь их себе на самом деле. Нас что-то вообще ненавидят в этом городе. Куда мы можем ещё пойти? Ещё куда-то сюда. Зайти. Это вход к этим черепам, да? Нет, давайте к Гизмо сходим. На самом деле. Так, следующая улица. О, неплохо тут, смотрите. Вывеска. Казино. Похоже на рекламу казино Гизмо. У меня навык азартных игр 40. Но у меня удача десятка. Я вот не знаю. Чем это можно нам помочь? Тут кто-то. Крестьянин ещё с винтовкой. И ещё крестьянин. Давайте зайдём в казино, наверное. Казино что-то пусто. Странно. Тут все убиты. Что это такое? Труп Айзо. И остатки Гизма. Это потому что... Что? Игра думала, что и почему Гизма убит? Потому что я Киллиана завалил. Очень интересно. Или это бах такой был? Или надо было строго за Киллиана играть? Или надо было соглашаться в тюрьму идти? Остатки Айза. 50 крышек. Я не буду загружаться спецом. Я буду... Смотрите, мухи летают. Не можете туда попасть. Это ещё в каком смысле? Я могу сюда попасть. Будем считать, Ян, что это может быть Черепа. Банда Черепов тут распласталась. Банда Черепов. Я хотел бизнес сделать с мистером Гизма. Не могу туда, сюда попасть. Гизма, бывший авторитет Джангтауни, мёртв. И крепко воняет. Это выглядит как труп. Хорошо, Гизма. Может быть, банда Черепов узнала, что мы... Коробка лапши. Что мы... Что погиб Киллиан. Тут дверь заперта. Это не проблема. Что Киллиан погиб. И решили взять власть в свою руку. И теперь никого не пускают. Но мы с ними переговорим в таком случае. Открываю дверь, взламываю. Захожу. Гизма, а что у тебя тут есть? Давайте посмотрим. Наконец-то оружие, боеприпасы, зажигалка. Зажигалка нужна. И мешок. Мешок можно взять. Но вот этих мешков в оригинале, по-моему, не было, ребята. В мешке 100 крышек. Давай их сюда. Все. Вот так вот. Мешок закрыть. Зажигалка. Серебряная газовая зажигалка в хорошем состоянии. Оружие и боеприпасы. Журнал, посвященный практическому применению огнестрельного оружия. Иногда публикуются пристрастные обзоры. Давайте посмотрим, сколько у нас. У нас легкое оружие 65. И зачтем этот журнал. Насколько он повысит нам навык. Вы узнаете, как лучше обращаться с оружием. Давайте посмотрим, насколько лучше. 71 стал навык. Не особо это эффективно, на самом деле. Чтобы экономить таким образом. Ян, поэтому держи тебе, наверное, мешок. За 25. Вот так. Зажигалку я оставлю себе. Сигарет в игре нету. Сигарет в игре вроде бы нету. Сигареты организовали курение в Ресторейшн Проджекте вроде бы. Мне сам этот Ресторейшн Проджекте не очень нравится. Потому что, ребята, там, во-первых, дисбаланс некоторый. И я тут еще вижу какой-то дисбаланс. Но я на самом деле не могу оценить. Потому что очень давно играл. Может, оно и так и было все легко. Вот. Может, просто я неплохо играю. Но я на самом деле не очень хорошо играю. Я так на вскидку все делаю. Но в Ресторейшне вроде бы можно было курить сигареты. В Ресторейшне были некоторые квесты восстановлены. Ну, Ресторейшн это суперкрутейший фанатский мод для второго Фоллаута. В котором восстановлен вырезанный контент. Здесь я Ресторейшна не ставил. Я просто поставил патч 1.35 от X-Team. Потому что там писалось, что перевод улучшенный. Исправлены куча ошибок и багов, которые были. Вот. В Ресторейшне во втором Фоллауте. Там некоторые квесты слишком прописаны хорошо. Например, нас всю игру считают дикарем. А когда мы сами прибываем в дикарскую деревню. Мы там очень крутого можем сыграть. Вот. Но там неплохо восстановлены сюжетные линии. Он сложнее, чем обычный Фоллаут 2. Это я с уверенностью могу сказать. Я вот не знаю, какой мы будем играть. Оригинальный Фоллаут 2 или Ресторейшн. Мне после вот этого патча 1.35 хочется на самом деле играть строго оригинальный второй Фоллаут. Потому что хочется оригинальный баланс. Вот. Но в Ресторейшне есть хорошие вещи. Они там допилили некоторые вещи, которые были упущены. И было во втором Фоллауте непонятно, почему так случается. Что к чему. На самом деле надо читать Библию Фоллаута, чтобы понимать некоторые вещи. Наверное, Фил не будет возражать, если ты избавишь его от собаки. Собаку не трогать. Мистер, я был бы счастлив, если бы вы помогли избавиться от этой собаки. Почему? Она не пускает нас домой. Разве это не твоя собака? Он был питомцем одного путешественника. Когда этот путешественник помер, этот чертов пес притащил свою шерстистую задницу прямо к моей двери и не уходит. Он тут уже несколько дней сидит. Но опять-таки это, наверное, отсылка к Безумному Максу. Кто был этот путешественник? Не знаю, какой-то парень сказал, что пришел с востока. Что-то мне не верится, что он прошел через мертвые земли на востоке. В общем, он попытался вмешаться в дела Изма. Но Изма приказал паре ребят покрепче выбить из него дури и скинуть с крыши казино. Путешественник сломал свою дурную шею и помер. Пес просто остервенел. Я не помню, было ли это в Фоллауте. Может быть и было. Может они допилили эти диалоги все. Не знаю. Спасибо, пока. Да я попытаюсь забрать собаку. Гав говорит. Видите собаку. Но из-за нашей привлекательности... Хм... Стрелять собаку я не буду. Гав. Ненавижу эту собаку. Из-за нашей привлекательности мы может... Может на ней какой-то предмет надо использовать, ребята. Может какую-то лапшу подкормить ее. Не знаю. Я могу в дверь зайти, на самом деле. Могу. Во втором Фоллауте собаку надо было прикармливать. Может этот телеобед использовать, проклятый, который мы не подобрали на прошлой локации. А может собака просто нам не лезет в пачку, потому что у меня привлекательность один. Можно жахнуть ментатов. Это увеличит привлекательность. На самом деле попробовать этот момент. Я не знаю. Ментаты. Ну шо. Первое закидон. Хе-хе-хе-хе. Пошел. Вы получаете интеллект 2, получаете восприятие и получили одну привлекательность. Гав, говорит собака. Гав. И не хочет ничего сделать. Хм. Привлекательность 2. Плохо. Красноречие. Вы посмотрите. Наверное, Фил не будет возражать, если ты избавишь от собаки. Гизма, давай свою лапшу. Будем пытаться прикармливать собаку. Может ей надо было шашлык из игуаны дать. Понятия не имею. Зависимость у меня. Привакание к ядер-коре. К ментатам нету. Бог миловал. Хорошо. Гизма, где там твоя лапша была? В Гизма должен был быть золотой пистолет. Я помню. Десерт. Не Десерт Игл. Голден. Отсылка к фильму Голден. Но я не могу сюда попасть почему-то. Не могу сюда попасть. К сожалению. Короче, сломался квест. Что-то багануло, наверное, у них. Вот. Но будем считать так, как я уже придумал. То есть, что мы... Случилось так, что мы завалили Дарк Уотера. И Гизма кто-то с ним порешил. Вот. На самом деле, мы, наверное, могли бы сделать цепочку линии Гизма. И этого Гизма. Может быть, если бы вообще к нему первому пошли. Я вот этого не знаю. Пробую использовать на собаке еду. Это ничего не дает. Гав, говорит, собака. Как она выглядит, кстати. Без повреждений. Господи. Зажигалка. Ствол. Боеприпасы. Не, надо ее подкормить, наверное, чем-то. Во втором фолочье вяленое мясо для этого было нужно. Где достать вяленое мясо, я не знаю. Собаку запомним. Не хочу с тобой разговаривать. Нас тут вообще никто не воспринимает. Теперь серьезно. Тут какие-то ребята тусуются. Ребята, что почем? Извини, бой закончился. Когда следующий бой? Бой только что закончился? Приходи в следующий раз. Саул выступает раз в три дня. Кто такой Саул? Местный чемпион. Сейчас Гизма на него ставит. Гизма уже ни на кого не ставит. Обменяться можно с тобой? У тебя девять крышек всего лишь есть. Оставь себе. Готово. Это кто? Боксерские поединки происходят раз в три дня. Они начинаются в 14.00. Хорошо. Вали отсюда. Подтянутый, мускулистый мужчина. Это ты, Саул? Крестьянин Джонгтауна, уходи. Нет, а вот этот, наверное, Саул. Выглядит без повреждений. Не хочет с нами говорить. Да, сурово все. Тут бар еще один. Скланд Пит. Вывеска, ну, какая-то... Выгребная яма. Отличный бар. А, вот это выгребная яма. Здрасте. Нил. Добро пожаловать в бар выгребная яма. Отличное название, я считаю. Чем могу быть полезен? Я, пожалуй, выпью. Что будете пить? Ядер, кола, пиво, крепкие напитки. Крепкие напитки надо выпить. Держи свой заказ. Отлично. Что там кто-то... Ах ты дрянь. Драка начинается. Посмотрите. Бьет женщину. О, Саул, где ты? Что такое? Ничего себе. Убирайся отсюда, поганые ублюдки. Еще раз кто-то тронется до нее. Всех поубиваю нафиг. Но еще вернемся, старик. Это не конец. Я знаю твой разум. Кто-то тут кричит. Что происходит? Добро пожаловать. Меня зовут Джонни Ди. Что это за место? Нил изучающий смотрит на вас. Тебе шо, не приходилось бывать в баре? Это мое заведение. Выгребная яма. Можешь купить здесь и выпить. И дашь мне чаевые. Хм. Могу получить какую-то информацию? Что ты хочешь узнать? Что можешь... Кто эти сопляки? Это черепа. Местная банда. Они подонки. Иногда они начинают заварушку из-за сущего пустяка. Хотя обычно Киллиан держит их в узде. Киллиан даже свои кишки не смог сдержать в узде. Ничего, если еще поспрашиваю? Что ты хочешь узнать? Об городе. Недалеко к западу есть казино Гизма. Я был бы удивлен, если бы тебе не было известно о нем. Большинство сидящих здесь уже просидели в нем все деньги. С другой стороны города есть большой магазин Киллиана. Разрушенный дом Марсель. Киллиан неплохой парень. У него есть все, что может понадобиться. Разрушенный дом это место, где ты уже можешь выспаться и забыть. Столько времени уже торчишь здесь. Нил посмеивается. Давай с тобой поменяемся. Посмотрим, что у тебя есть. 43 крышки. 14 миллиметров патроны. Ооо. Хм-хм. Ооо. Я нужно мне. Три пистолета тебе продам. Мне ничего не нужно. Разряженный. 750. Во-первых, крышки давай сюда. Во-вторых, вот эти патроны. 331. И один стимулятор. 500. Два стимулятора могу забрать. 716. Забираю. Три пистолета ты получаешь. Так, говорить. Подожди. Сейчас мы это все заберем у тебя. Спасибо. Можно выпить еще. Давай пивка. Наверное, рванем. Держи свой заказ. Почему закуски у тебя нету? Вот это плохо. Пиво-самогон. Какой-то сорт домашнего пива. И древний алкогольный напиток до военной эпохи. Мы потом выпьем. С Яном на самом деле. Нам сейчас надо забрать остальные стимуляторы. Для этого надо меняться. Начинать. Ян. А тут и молодой человек лежит. У него есть нож и кожаная броня. Которую можно забрать. Замародерствовать. Беснуется внутри нее. Во втором фоллауте броня не падала со всех них. Вот это, наверное, легальный чит. Что броня выпадает. Но тут точно падала броня. Десерт иглы я помню. Восемьсот и нож тебе. Восемьсот сорок. Давай все стимуляторы. И ты бы еще в плюсе останешься. Ты задание на черепов дашь какое-то? Спросить кое о чем. Воды, что ты хочешь узнать? Окей, пока. Что за приз у тебя на полке? Это не приз. Это урна с прахом моей жены. Помимо этого бара. Это самое ценное, что у меня есть в моей жизни. Видите? Вот это фоллаут настоящий. Вот это драма. Но парни остался только бар под названием Выгребная яма. И урна с прахом его жены. В третьем такого нету. Вот это очень круто. Что еще интересного? Нужна еще информация? Что ты хочешь узнать? Мы уже, наверное, все узнали. Приставали к официантке. Добро пожаловать в Выгребную яму. Что будете пить? Можно задать несколько вопросов? Думаю, да. Кому принадлежит бар? Нилу принадлежит бар. Он хороший парень, когда хорошо со мной обращался. Мы раньше встречались, но он втянулся в слишком серьезные дела, как по мне. Я не хочу быть вдовой. Что ты там кричал о Сауле? Саул мой парень. Правда, очень нравится. Кто такой? Гизма. Гирзма держит казино. Хотел бы заполучить бар Нила, но Нил его не хочет продавать. Гизма мертвец уже, судя по всему. Да? У тебя нечем меняться. Хорошо. И ты можешь поднести, ты официантка, да? Ты можешь принести, наверное, выпить, если мы бы заняли столик. Ядер-кола, пиво, крепкие напитки. Ядер-колы можно скупить. Я надеюсь, отломки мне плохо не будет. Новое лицо, путешественников тут пяточок за пучок. Но ты отличаешься от остальных. Выпьешь со мной? Ну, конечно. Отлично. Надеюсь, ты не возражаешь, если твое пойло хорошенько польют водой. Они тут относятся к пиву, как к растению в горшке. Что расскажешь о себе? Я тебя тоже могу такое спросить, но в знак дружеского расположения первое расскажу. Меня зовут Тихо. Я пришел с востока. Из земли, которая когда-то называлась штатом Невада. Это довольно долгий путь. Да уж, я тут решил осесть на некоторое время. Это довольно многообещающее местечко, если только кто-то поприкрутит часть местной швали. Почему бы... Что тебе известно о тех сопляках? Тут есть шваль и шваль. Одна шваль, это черепа, банда, которая зависает в клоповнике Марсель. Они просто второсортные хулиганы. Но вот вторая шваль ходит по другой одного жирного ублюдка, какого нетрудно нагадаться. Вот эти парни организованы и опасны. Понятно. Стой, не так быстро. Мы ведь и так и не закончили знакомиться. Помнишь, как тебя зовут? Что за странец? Меня зовут Грязный Джонни. Рад познакомиться. Ходи осторожно, друг. Давай с тобой обменяемся или... Тихо. Тебя вроде бы в напарники можно было брать. Хм. Чем могу помочь? Сведения о местных гангстерах. Шваль и шваль. Тебя нельзя взять в напарники, наверное. У меня еще работают ментаты? Работают. Может, тебя нельзя взять опять-таки? Побольше узнать про город. Это бар во Гребная Ява. Мерзостное вместилище. Низости и все такое. На запад отсюда казино. Там играют крапленами. На юг отсюда разваленные. Отель Марсель. Переночевать. Слишком большую, как по мне, кучу бутылочных крышек. Рядом магазин Киллиана. Тут хороший человек. Доктор Морбит. Он проводит какие-то забавные операции, если ты понимаешь, о чем я. Что, каннибализм? Небольшой. Рад. Ладно, раз тебя нельзя взять, то можно у тебя забрать стимпаки, наверное. Мне надо тогда меняться с тобой. На тебе пропустишь стаканчик. Так, 50. И мне не хватит денег. Слушай. Никакола у тебя есть. Тихо. Подожди, тогда не будем с тобой спешить. Во. Может, мне два привлекательности не хватает, в принципе, чтобы брать второго напарника, кроме Яна. Что тебе надо? Неплохо поешь. А твое пение у меня в ушах свербит. Не будем хамить. Спасибо, что надо. Ты в других местах не выступаешь, это певец какой-то. Ну да, иногда пою в хабе, бывало в братстве стали и святилище с караванами, а шо? Не мог подсказать, как добраться до хаба? Хаб, так это недалеко вниз, на юг от Джанктауна. Что-нибудь еще? Дорогу в братство. Братство в паре дней пути на запад и немного на север отсюда. Ты туда не ходи, однако. Они тебя не пустят внутрь, если ты не с караваном. Надо еще что-то. Светилище. Иди на юго-запад от хаба. Светилище часть могильника. Это небольшой наполовину заводской город. Что-то еще? Надо поменяться с тобой попробуем. У тебя 36 крышек. Это твой гонорар за сегодня. Ну и, наверное, мы тебе самогонку. Еду и пиво за 50, а ты мне все свои крышки. Вот так. Чик пить не будем. Будем пить нюка-колу. Что, черепа остаются? Банда. Давайте с ними разберемся, наверное. Тут еще двери. Но я боюсь их вышимать. Напиться, напиться, говорит молодой человек. Можно на самом деле, может, ночью сюда прийти, потому что ночью еще какие-то события происходят. Я хочу собаку забрать. Но собака не может нести. Только в четвертом фоллауте собака может нести. Гав. Надо ее подкормить чем-то. Телеобед я попробую взять. Только дай ей, боже, память, где он был. Ребята, этот телеобед. Но телеобед был у этого мужика. Слышишь? Я позычу ненадолго. Может, собаке понравится. Хе-хе-хе-хе. Хорошо, деревянная стена. Ну, пиво вряд ли надо использовать на собаку. Во втором вяленое мясо. Но тут я нигде его не видел. Тут еще дом. А, это выход к этим черепам. С черепами потом разберемся. Так. Давай попробуем использовать телеобед. Не-не-не, никакой кражи. Телеобед надо использовать. Телеобед на собаке. Ничего не дает, да вы посмотрите. Крышки, противоядия, ментаты. Никакого может быть. Вы применяйте предмет Никакола на существе псина. Гав говорит. Гры. Ненавижу собаку. Я, наверное, не могу ее взять, ребята. Хорошо. Подведем итог серии. Ян, я хочу забрать у тебя ножи все твои. Господи, ты боже мой. А ты его даже не хочешь убрать из руки. Вот это называется починили глюки. Убрал нож? Отлично. Иди-ка сюда, Ян. Так. Где твои копья ножи? Я надеюсь, ты не будешь брать копье. Я очень на это надеюсь. Где этот нож проклятый? Давай его сюда. Что тебе дать еще? У тебя патронов просто куча, Ян. Я не знаю. Нож стрелять не хочу. Вот эти патроны на тебе все. Стреляй, не хочу. Патронок для дробовику. У тебя столько стволов. Господи. Дайте я себе оставлю 14 миллиметр. Вот эти патроны еще. Забери. Вот эти патроны забери. А, он больше нести не может. Для этого предмета нет места. Все, Ян. Значит, у тебя тоже есть лимит. У тебя тоже есть лимит. Это хорошо. Это реалистично. В следующей серии буду думать, как прикормить собаку. Надо это делать быстро, пока еще ментаторы работают. Привлекательность 2. Может быть, нужно 4, чтобы брать второго напарника. И 6, чтобы брать третьего напарника. Ребята, может быть, не смогу взять собаку. Посмотрим. И будем разбираться с черепами, наверное, закачивать джанктауном. Нам надо явно в хаб. Огромный город, как говорил Ян. Может быть, там мы сможем продать наконец-то все это. И сколько дней по главному заданию? 122 дня осталось. Джанктаун. Остановить гизмом. В Джанктауне все плохо получилось. Шэдди Сенс. Ну, Киллиан сам виноват. Я тут не буду выпендриваться. И пытаться когда-то паладинствовать. Потому что нечего. Грязный Джонни наводит свои порядки. Сам себе закон. Тут еще дом, в который мы не сходили. И тут что-то может быть интересное. Потому что туда пойдем в следующей серии. Ты бежишь, грязный Джонни? Ты не можешь за экран выбегать. Грязный Джонни, сюда. Какая игра все-таки крутая. Боже. Но вот это... Может баги какие-то с гизмой, ребята. Вот это немножко вымораживает. На самом деле... Не знаю, как оно должно было быть. Я всегда играл за Киллиана. Но теперь я решил сыграть так, как хочет сыграть грязный Джонни. Он мной управляет, а не я им. Тут еще какие-то ящики. Мы в следующей серии начнем с того, что здесь все обыщем. Во. До свидания. До свидания.